Всем привет! Вы на канале Мы в Канаде и я и ведущая Лена. Сейчас я хочу вам рассказать про продолжение нашей истории, как мы попали в Канаду и по какой программе мы сюда попали. В предыдущем видео я рассказывала про первую часть, о том, как у нас родилась мысль сюда переехать, как мы пытались ее осуществить, какие у нас были, скажем так, нюансы, потому что мы не могли попасть сюда по рабочей визе, не могли найти то агентство, ту программу, по которой мы можем пройти. И мы решили просто сделать экспресс-энтри-профиль и попробовать пройти по иммиграционной программе, не по рабочей визе. Я, как я говорила, раньше сдала экзамен на нужный балл и мы продолжали висеть в этом пуле. То есть в этом пуле вы висите год, если вы не были выбраны, вы имеете право заново все заполнить и продолжать находиться в этом пуле кандидатов на иммиграцию. Вот, ну так как я сказала, да, балл очень быстро поднялся, то есть проходной был 470 и выше. На тот момент, после сдачи всех экзаменов и всех возможностей, как бы то ни было, поднять наш проходной балл, максимум, что могли бы мы получить, было 444 балла. И было, конечно, очень обидно, что буквально вот месяц назад, да, это было бы нашим золотым билетом и путевкой в новую жизнь, то вот просто за счет того, что я сдала чуть-чуть позже, мы чуть позже все это обновили, балл вырос и все, мы, получается, остались ни с чем. То есть мы решили, что мы подождем до моего очередного дня рождения, да, это порядка полугода. После этого у меня должны были на еще минус 5 баллов упасть, то есть у меня было уже 439. И, насколько я понимаю, да, баллы бы вряд ли опустились. То есть мы дали вот себе такое наставление, ждем еще полгода. Если нет, то, скорее всего, мы эту идею с Канадой отпускаем и продолжаем уже, да, что-то сделать здесь в Украине, чтобы уже как-то продолжать жить здесь. Вот, но в сентябре у нас чисто случайно мне, я открыла почту, проверила, и мне пришло уведомление, что проверьте свой профиль, у вас что-то там пришло. Я, естественно, сразу же проверила и увидела, что мне пришло приглашение, да, это предоставление, как бы, интерес, notification of interest, то есть провинция Альберта выражает заинтересованность в моем профиле. Если меня это интересует, я могу это принять. Соответственно, она мне в ответ вышлет список документов, которые мне нужно подать, чтобы я имела возможность получить номинацию. То есть сказать, чтобы я была рада, это ничего не сказать, потому как в течение вот этого всего процесса, когда мы висели в пуле, мы не просто висели, естественно, да, мы подавались на различные программы, потому что, я знаю, в тот момент были выездные сессии и различные, да, вот окна открывались, когда ты мог подавать туда свои, да, вот заявки. Но в течение того, что мы были, да, были им не в Раунсвике сессии, но нас не выбирали, были открыты окна, но, ну, не попадали, в общем, мы сколько отправляли, нас нигде не выбирали, и я же говорю, мы немножко уже, да, так подрастроились. И Альберта, да, это была такая, как, скажем, темная лошадка, никто, да, вот мы в чатах многих, особенно в Телеграме, очень много чатов на тему эмиграции, как-то про Альберту, очень было мало информации, так как эта провинция обычно не проводила никакие выездные сессии, она практически не делала никаких отборов. То есть очень было трудно понять, что от нас требуется, да, и что ожидать. Вот, и то есть как оказалось просто, да, вот потом уже эта программа, то есть она от меня по факту ничего не требовала, я ничего для этого не делала, я просто продолжала висеть в этом пуле, и сама провинция, да, отбирая кандидата в этом пуле, вот, они считали, да, вот в том месяце, в том периоде, в индиман, то есть в спросе была профессия бухгалтера, да, вот я как бухгалтер, у меня даже ног был не настолько руководящий бухгалтер, да, не как аккаунтент, а как буккипер, то есть, да, такой начинающий бухгалтер, в принципе, это была моя профессия в Украине, я была таким больше, да, счетоводом, нежели там главным бухгалтером. Вот, и, то есть они мне прислали это приглашение, так как у них, да, они посчитали, что вот у них в Альберте спрос на бухгалтерские специальности, а я висела там как бухгалтер, у меня основной был ног в бухгалтерстве, потому что у меня на тот момент было, по-моему, 5 лет опыта работы, либо что-то такого. Вот, они меня просто выбрали и пригласили на подачу. Естественно, вот мы в течение двух месяцев, да, вот это был тот первый случай, когда нужно было собраться и за вот этот месяц-два собрать все необходимые документы, которые они затребовали, то есть все, что я в экспресс-центре написала, я должна была все это подтвердить, то есть все справки с работы, все справки с работы по обязанностям, по зарплатам, по мужу и по мне. Хотя говорят, что по мужу, например, да, если это не канадский опыт, можно не подавать, но мы решили перестраховаться, мы подали, то есть все. Многие говорят, что лучше не перегружать, да, офицеров лучше, вот, пусть будет то, что будет. Мы немножечко все-таки с запасом сделали, мы трудовые перевели, заверили, то есть мы сделали все, что они требовали и отправили это все курьером в Канаду. Вот, потом пошел процесс ожидания, то есть это получили мы в сентябре, и, наверное, где-то в октябре мы подались в середине, мы отправили документы, в ноябре они их получили, то есть там можно отслеживать статус, да тебе приходит, они их получили, и где-то, наверное, месяц мы ждали, потому что тоже есть, очень помогают группы и в WhatsApp, и в Телеграме, там тоже можно загуглить, там по интересам найти там такие же, как ты, товарищи ждут, отслеживают, отписывают, то есть ты можешь какую-то тенденцию смотреть, тебе уже морально проще, ты не один. Вот, и в ноябре, слава богу, у нас обошлось без каких-либо дозапросов, потому что бывает такое, да, тебя сразу могут делать reject, то есть тебя сразу отклоняют, бывает делают дозапрос, то есть что-то там им не нравится, они что-то там не уверены, да, непонятно, им они дают дозапрос. В нашем случае, слава богу, обошлось без дозапросов, и нам выдали номинацию, то есть номинация, это приходит письмо, они говорят тебе, что да, окей, ты нам подходишь, ты нам нравишься, у тебя все ок по документам, мы тебя приглашаем, как бы в Амперту, грубо говоря, да, и мы даем тебе номинацию. То есть номинация, это просто письмо, в котором, да, они говорят, что ты апрув, то есть тебя одобрили, и они тебе дают в системе экспроцентри 600 баллов, то есть эти 600 баллов, естественно, тебе это просто зеленый свет, вот у нас было 440, эти 600 сверху, естественно, у тебя выше 1000, и тебе никакой проходной балл не страшен, потому что ты, естественно, пройдешь любой отбор. И в ближайший же отбор, это, по-моему, был, как бы, или в следующий день, или в тот же день, ночь, то есть мы максимально быстро эту номинацию приняли, да, она отправляет, она в самом экспроцентре, тебе появляется такая кнопочка, ты нажимаешь либо принять, либо отклонить, мы дрожащей рукой, естественно, нажали на принять, и автоматом у тебя появляются вот эти 100 баллов, и, соответственно, ближайший отбор, который был, мы прошли. То есть что происходит потом? Получается, мы прошли по экспроцентре, но с поддержкой провинции, то есть у нас было два уровня отбора. Первый отбор, да, у нас был на уровне провинции, то есть мы вися в экспроцентре, нас нашли, мы подались на провинцию в бумажном варианте, нас они отобрали, проверили, дали нам номинацию в электронном виде, и, соответственно, потом пошел второй уже федеральный этап, когда ты уже как на уровне со всеми, да, пользователями, которые прошли по прямой, да, без поддержки провинции, кто прошел с поддержкой, уже без разницы, то есть уровень для всех одинаковый, вы, получается, у вас делается срез, вы проходите, вам приходит опять повторно предложение податься на эмиграцию, то есть уже повторно, там уже немножечко тоже и те же документы, плюс другие, там нужны и справки несудимости, и справки из банка о твоих, да, финансовых возможностях, да, то есть имеешь ли ты необходимые средства, то есть там все-все-все нужно это получать, нужно все, мы делали и оценку недвижимости, и оценку там движимого-недвижимого имущества, то есть они высылают четкий список, что тебе нужно, в принципе, это, естественно, облегчает тебе жизнь, ты вот по этому списку все собираешь, и опять же все это подаешь, только уже в электронном варианте, то есть у тебя там есть автоматически анкета на основе того, что ты заполнил, и ты подгружаешь, когда ты уже готов, все, ты подгружаешь, и ты, все эти колоночки, да, вот у тебя там был опыт работы, там, ФОП и ВОНОК, ты туда подгружаешь справку, у мужа был, ты подгружаешь и так далее, то есть все эти бланки электронно ты заполняешь, подгружаешь и ждешь, то есть после того, когда ты подгрузил и засобмитил, отправил эту анкету, это считается вот твой день, да, AOR, то есть это твой день, когда ты, они получили твою анкету, то день, когда ты подался, и уже от него, в принципе, все, да, вот кто на подаче, все считают, сколько дней проходит этот процесс рассмотрения вашего дела. До ковида в среднем рассматривали, но опять же, по отзывам, по каким-то средней статистике, в среднем это было полгода, даже на сайте пишут, да, вот у вас 6 месяцев, плюс-минус, то есть у вас может быть раньше, может быть позже, если вы полгода от нас не слышите, это ок, вот, поэтому у нас немножко все это, конечно, затянулось, мы подались в 2019 году в декабре, прямо под самый новый год, до этого мы сдали медицину, потому как медицину тоже нужно проходить абсолютно всем членам семьи, это тоже делается, естественно, платно, по-моему, за семью мы заплатили порядка до 30 тысяч гривен, это специализированные медицинские центры, они есть у нас в Украине, во Львове и в Киеве, многие ездят в Варшаву, я знаю, в Польшу, но так как мы жили под Киевом, нам, я не видела смысла ехать куда-то дальше, чтобы где-то проходить в другом месте, хоть все читали и писали отзывы, что в Киев многим не нравится, я не знаю, у меня только положительные отзывы, мы быстро прошли 3 часа и нам никаких доп. анализов не назначали, хотя там были какие-то нюансы, но в принципе все прошло нормально, вот, то есть все эти результаты медицины мы делали об фронт наперед, мы все это тоже подгружали и после того, как мы это сделали в конце декабря, загрузили нашу анкету и ее отправили, где-то в феврале у нас пришел второй этап, это у нас пришел запрос на биометрию, то есть вы сдаете тоже в Киеве, в визовом центре сдаете отпечатки пальцев всей семьи, то есть это как бы тоже, ты понимаешь, да, что твоя анкета продвигается, твое дело смотрят, оно там не где-то пылиться, потому как то, что ты загрузил, это еще не говорит о том, что ты визу получил, да, то есть тебе могут, не дай Бог, на переднем вот этом самом первом этапе могут просто сделать reject, да, после того, как что-то там ты, например, не доложил, у некоторых, слава Богу, могут сделать дозапрос на какие-то недостающие документы, многих, я знаю, по чатам, у многих бывает сразу же reject, то есть это очень печально, потому когда у кого провинция номинация, второй шанс, я же говорю, может не у всех быть, поэтому нужно очень внимательно и проверять все документы, все переводы, потому как переводы на личном опыте нужно тоже вычитывать, потому как мы вычитывали наши переводы, находили очень много ошибок, опечаток, и даже если это там опечатка, это может полбеды, но когда опечатка в дате, да, то есть этот год, циферка бывает очень, ну, важно, то есть поэтому лучше пересчитать, вычитать и не спеша все это перепроверить не один раз. Вот, после того, как у нас была биометрия, нам пришел запрос на оплату РПРФ, то есть это ФИ на оплату права permanent residence, то есть это тоже своего рода этап, его можно заплатить в начале при подаче, можно заплатить уже в процессе, мы выбрали платить в процессе, потому как это сразу нам было и накладно, потому как за этот аппликейшн, за процесс ты тоже платишь, вот, поэтому мы платили его немножечко позже, и это, собственно, тоже был сигнал того, что твое дело движется, то есть раз вы уже прошли там биометрию, медицина у тебя прошла, раз ты прошел уже вот эту оплату РПРФ, то есть это говорит о том, что, ну, вот твое дело движется, да, то есть, слава богу, тебе не отклонили сразу, то есть ты пока ждешь. Потом идет там security check и так далее, разные процессы, которые говорят о том, что твоя анкета проверяется на каком-то уровне, она нигде не затерялась, не завалялась и не забыли про нее. Вот, но потом случился, как я понимаю, вот этот ковид в 2020 году весной, и все поставилось на паузу, то есть все, было, конечно, очень тяжело наблюдать, и обидно, потому как кто-то подался, да, после тебя на месяц, два, три позже, буквально за два месяца получил этот ППР, да, ППР это запрос на паспорта, все, кто в эмиграции знают, что, да, этот паспорт реквест, то есть запрос на подачу на визу твоего паспорта в посольство, вот, то есть получали, то есть нет никакой, да, зависимости, там, кто первый подал, тот первый получил, то есть оно все идет очень рандомно, и логики никакой в этом, как по мне, то нет. Поэтому мы очень долго ждали, и потом закрыли границы, и вот эти полтора года границы были закрыты, и, соответственно, понятно, в чатах везде ходили всякие слухи о том, что все, там, кого-то отменяют, всю эту эмиграцию прекратят, в общем, это было немножко тяжело и морально, и психологически, потому как мы не знали, куда это все приведет, что в конце концов будет. И еще был момент в том, что когда мы получали эту номинацию, тебе постоянно приходят какие-то письма, да, то есть своего рода напоминания, что вот вы получили номинацию по такой профессии, вы, пожалуйста, если что-то у вас поменялось в профессии, вы нам пишите, мы будем тогда рассматривать вас повторно, нужна ли вам номинация, то есть это было, да, таким звоночком, что мы даже, ну, я, например, боялась снять место работы, потому как ты не знаешь, как это отразится, и ты был обязан информировать этого офицера, который тебе выдал номинацию, и, ну, как это, что это повлечет, было неизвестно, и поэтому мы, естественно, не рисковали, и мы сидели на тех работах, которые у нас были, потому как новые работы, соответственно, новые справки, новые переводы, новые отправки, и это все, ну, как по мне, то чревато. Хотя многие меняли место работы и не информировали. Ну, тут уже, как бы, на, да, честность и, как бы, размышления каждого аппликанта, поэтому у нас вот было так. И в конце, наверное, да, в сентябре, в начале сентября этого года уже Канада открыла границы, и, соответственно, все ждали новой выдачи, волны выдачи этих ППР, вот, но волны выдачи у нас не случилось, прошел сентябрь, прошел октябрь, ничего не случалось, и уже очень многие, да, в чатах все отписали, что уже все получили, выехали и так далее. Вот, у нас ничего не было. И только в конце октября мы повторно получили запрос на медицину. Мы уже, естественно, обрадовались, потому как еще и раньше, и сейчас все знали, что повторная медицина, это обычно хороший знак, потому как ты не имеешь права въехать по этой визе в Канаду с просроченной медициной. Медицина действует только один год. Соответственно, мы нашу сдавали еще в 2019 году, понятное дело, сейчас 21-й, она у нас уже просрочилась 10 раз, нам ее не продлевали, ничего не сообщали, поэтому, когда нам прислали запрос на повторную медицину, мы, естественно, были в восторге. Мы ее быстро сдали, ну как быстро, недели 2-3, потому как там тоже слотов не было у нас в МОМИ, в Киеве, в этой организации. В общем, мы ее сдали, и буквально через 3 дня, когда у нас профиль медицины прошла как пройдено, нам пришло наконец-то это письмо ППР. И, ну, я, наверное, буду помнить этот день на всю жизнь, потому как это действительно такие эмоции не передаваем, потому как у меня уже просто в конце этого года, 2021-го, уже просто сдавали нервы, да, ты же не знал, будешь ты уезжать, не будешь, что делать в Украине, да, менять работу, не менять вот эти все ожидания, да, ты не можешь ни деньги какие-то куда-то потратить, вложить, потому как они у тебя, да, все лежат на счету, ты не имеешь права их снимать до момента переезда. Поэтому было немного тяжело, и в конце, когда мы потом еще, да, там, ты недели две отправляешь паспорта, визы, то есть все это вклеится, тоже документы, и когда, наконец, паспорта тебе выдали, то есть по логике ты имеешь право въехать в течение действия медицины, то есть у тебя еще целый год, да, там, до октября 2022 года. Но так как ситуация у нас ковид нестабильная, и пока открыты были границы, мы решили ехать как можно быстрее. Поэтому мы просто собирались, наверное, в течение месяца, мы купили сразу же билеты, и за месяц мы все по максимуму, что могли продать, мы продали. И хотя было так интересно, знаете, вспоминать, когда я до этого думала, боже, дайте мне только ППР, я, наверное, соберусь за неделю, положу там три свитера в чемодан и уеду. Вот, на самом деле оказалось все намного сложнее, эти сборы, эти все продажи, это все раздавание вещей, эти продумать, что взять, потому когда ты не сам, ты муж, двое детей, тебе нужно продумать в том, в чем кто будет, снятие квартиры, да, на первое время, то есть это уже будет, наверное, уже следующее видео, я расскажу именно про наш перелет, потому как у нас не обошлось без приключений, мы летели через Франк, вот и там, конечно, у нас тоже были нюансы. В общем, вот так вот было у нас с эмиграцией, то есть весь процесс у нас занял практически три года, с 18 по 21. Так что я хочу просто, какой посыл моего видео, это тот, что кто хочет, кто действительно ищет путь, я вам очень советую не сдаваться и пытаться, потому что я знаю истории, кто и после 40 переезжал, и то есть нет, в принципе, никаких преград, да, можно висеть в пуле, можно висеть и с чуть ниже языком, иметь шанс, потому что я знаю, Антарио проводят, да, Техдро, очень много разных программ, по которым можно пройти, особенно если вы IT или трак-драйвер, то есть это просто зеленый свет, поэтому нужно смотреть, изучать очень много информации в интернете, в чатах, всегда можно что-то загуглить, спросить, вот я чем смогу, естественно, помогу на своем опыте, могу подсказать, поэтому спрашивайте, задавайте вопросы, я с радостью отвечу, и, конечно, не забывайте подписываться, ставить лайки, и до новых встреч, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok